Алло, здравствуйте, Яна. Здравствуйте. Вас беспокоит Приорбанк, специалист контактного центра, меня зовут Константин. Да. Вязался с вами касательно дополнительного подтверждения операции по вашему счету. Вы сейчас в личном кабинете самостоятельно переводили 500 рублей со своего текущего счета на Альфа-банк. Операцию данную подтверждаете, скажите? Нет, мы не переводили. Именно так началась очередная махинация злоумышленников. Ни с того ни с сего, вспоминает потенциальная жертва Яна Новицкая, о ней якобы позаботили сотрудники банка. Мнимый специалист инфоцентра назвал личные данные клиента. Фамилию, имя, отчество, адрес и четыре последние цифры кредитки. Потребовал все подтвердить, однако у девушки, как говорится, сработала чуйка. Она положила трубку и позвонила в банк. Молодой человек был настойчивый такой, уверенно говорил, что если я не назову данную информацию, то ко мне приедет мой курьер, где я буду обязана подписать документ о том, что я должна банку 500 рублей. Номер один и тот же, только код не 375, а 376. А номер банк одинаковый. Как позже выяснилось, код оператора плюс 376 – это Андорра. В большинстве случаев аферисты звонят именно с иностранных номеров. Сообщения о киберпреступлениях, уверяют правоохранители, им поступают по несколько раз за день. Могут превысить даже цифру 15. Далеко не все жители включают бдительность. С начала года свыше 300 заявлений от потерпевших. В последнее время эта схема немного модернизировалась. Когда звонят злоумышленники, у них за спиной как будто эхо, колл-центра. То есть как будто люди общаются, переговариваются, передают друг другу. Многие граждане, когда получают такие звонки, говорят, что я никому ничего передавать не буду. Но злоумышленник входит к ним в доверие и говорит, что вы будете говорить не мне, а будете говорить роботу. После чего переключают на робота. Когда жертва думает, что действительно разговаривает сотрудник банка, представляет реквизиты карточки, смс-код то же самое. В это время робот передает в автоматическом режиме злоумышленнику и похищает деньги с банковской карточки. Мошенники в сети работают по нескольким схемам. Кроме звонков из банка, в антитопии еще сайт объявлений Куфор. В этой уловке на крючок попадаются продавцы товаров. Им злоумышленники отправляют так называемые ссылки фишинговых сайтов. Как только человек кликает на электронный адрес и вводит данные, остается с нулем на карте. Фишинговые ссылки в последнее время участились и от «Беларусьнефти». Киберпреступники предлагают якобы поучаствовать в розыгрыше. Прежде чем ее открыть, стоит зайти на официальный сайт и убедиться в правдивости информации, чтобы не пополнить статистику. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруськ, 360.